Стреляли, все равно пули летели над головой. Было страшно. Сейчас потом уже как-то привыкли к этому. Сейчас уже как-то не страшно. Страшно самое, когда наши ребята гибнут. Это действительно страшно. Слезы вылишь, куда деваться. Мы же не на Сабанту ехали, как положено. Знали, куда едем. Как-то в первые времена уже дико все было. Потом уже привыкаешь к этому. То, что взрывы, стрельба. У меня муж мобилизованный. Мы гордимся им. Очень по нему скучаем, ждем его. Мы не беззащитные, потому что администрация Тукаевского района все время нам помогает. Вот недавно помогли ребенку собраться в школу. Я, наверное, все-таки больше всего скромный человек, наверное, но на войне, там, хочешь не хочешь, у нас как бы все герои. История долгая. Я ребят выводил здесь под обстрелы, так скажем. Как бы за это и получил награждение. Есть вопросы по обеспечению подготовки зимы. Некоторым нужны дрова приготовить. Пока еще не везде газификации. Если даже его дом газифицирован, есть баня, топится дровами. Вот такие элементарные житейские вопросы. Но для нас они самые важные. Мы, значит, эти вопросы стараемся решить сразу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова